Солнце, я играю петуха Я помню, что я абсолютно влюбилась в его природное обаяние Мне захотелось узнать его получше Поэтому я очень рада, что сейчас вы будете смотреть интервью с Оскаром Нигаминзяновым Специально для проекта телеканала Кино ТВ Всегда по-разному, в зависимости от настроения Когда книга, когда фильм Как-то одинаково Нет предпочтения к какому-то жанру Или там, это может быть что угодно Короткий метр сериала, полный метр Если это интересный материал, интересный режиссер, интересные актеры Каст, то уже не важно, что это Оскар, привет, я очень рада тебя видеть Привет, взаимно Спасибо, что пришел к нам Давай сразу к делу Мы с тобой учились параллельно Я училась у Соловьева в ГИКе Ты у Брусникина в школе-студии МХАТ И мне кажется, что в наших мастерских было очень много общего Мне кажется, что у нас была и свобода И формирование личности И отсутствие запретных тем Цензуры Как повлияла на тебя школа Дмитрия Владимировича? Слушай, ну Брусникин вообще был мой Один из первых наставников И тот, кто открыл мне дорогу в театр и в кино, по сути Тот-то в меня поверил В меня поверил и заметил меня Потому что я поступал 4 года И никак не мог поступить А Брусникин первый мастер, который меня прям заметил и взял на курс Я совершенно не был знаком с современным театром С экспериментальным театром, с документальным театром И именно вот мастерская Брусникина Она как бы познакомила меня с этими направлениями Вот И, конечно, дала огромный опыт и свободу И возможность экспериментировать, пробовать Вот Так что раз ты говоришь, что наши мастерские похожи То, ну, видимо, так и есть Дружите ли вы курсом? Со стороны кажется, что очень крепко Мне кажется, что наши мастера еще, знаешь, чем были похожи? Тем, что они набирали начинающих актеров Но готовых, ну, или почти готовых личностей И когда на курсе 25-30 личностей Возможно ли как-то бесконфликтно существовать? К сожалению, а может, к счастью Наш курс семьей тоже не был У всех были свои взгляды Поэтому возникали какие-то конфликты Что нормально Вот Постепенно, со временем Во-первых, мы взрослеем Во-вторых, ты уже не видишься каждый день 24 на 7 с однокурсниками И успеваешь от них отдохнуть Вот Мы видимся, например, раз в месяц Играя спектакль «Трансип» в театре практика И за месяц мы успеваем друг по другу соскучиться Мы, как я уже сказал, стали взрослее, мудрее И уже как бы научились, мне кажется, не выяснять отношения На каких-то повышенных тонах Избегать острых углов Вот И в целом мы дружим Конечно, мы дружим, общаемся Помогаем друг другу по возможности Ну, со всеми, конечно, по-разному С кем ты больше общаешься, с кем ты меньше Вот Но это тоже нормально Я уже за кадром пошутила, что ты в кадре чувствуешь себя как в дому Потому что ты выбрал остаться в тапочках Ты комфортно ощущаешь себя всегда в кадре? Да нет, на самом деле, по-разному В зависимости от контекста, обстоятельств В зависимости от интервью Да просто я когда зашел в студию, мне предложили надеть тапочки И я вот решил в этих тапочках остаться просто Довольно уютно Ну, вообще, твой творческий путь Начался с театральной студии у Константина Хабенского, да? Да Может быть, от него остались какие-то тоже напутствия или слова? Ну, какие-то, наверное, конкретные слова я, наверное, сейчас не вспомню Но мне очень нравится в Константине Юрьевиче вот эта спокойная мудрость И я помню, когда мы ставили спектакль «Поколение Маугли» Я ни разу не слышал, как, в принципе, и в дальнейшем от Брусникина Чтобы он повышал голос То есть кричал, орал и так далее Мне очень нравится в нем вот эта черта Когда он спокойно, очень досконально, существенно по существу Извиняюсь за эту автологию Просто тебе объяснит задачу То, что она на тебя хочет И вот это вот спокойствие и мудрость Это очень подкупает и вызывает симпатию Ты снимался у большого количества режиссеров И в театре тоже играл Может быть, у тебя есть какая-то та самая любимая одна роль? Ну, одну роль, наверное, я не выделю Мне очень нравилась роль в спектакле «Боженька» Спектакль, который поставил тот же, кстати, Никита Кукушкин в Google-центре Спектакль назывался «Боженька» Я там играл главную роль Роль котенка Вот, это такой абсурдный спектакль Вот эта роль, наверное, одна из самых моих любимых была Также мне нравилась роль Троцкого в спектакле «Родина» Это поставил Андрей Стадников в центре имени Мерхольда Вот, спектакль был очень сложный Он шел 4 часа Там было очень много текста Очень много политических, социалистических терминов Я играл в этом спектакле Троцкого Два взрослых актера играли Сталина Один из актеров, Алексей Розин, мой педагог в школе Судимхат Вот, 10 девушек играли Бухарина, Зиновьева, Держинского Партийную верхушку начала 20 века Вот, и 48 блондинок — это армия Троцкого То есть в начале спектакля — это армия Троцкого А в конце спектакля — это уже армия Сталина Вот, и спектакль представлял из себя Очень, наверное, долгую дискуссию на тему политики начала 20-х годов 20 века И зрительный зал представлял из себя пирамиду То есть зрители сидели на пирамиде, четырехсторонней А действие происходило вокруг пирамиды и на вершине пирамиды Если в начале спектакля на вершине пирамиды был Троцкий, мой герой То в конце спектакля на вершине пирамиды уже было два Сталина Вот, спектакль взял в золотую маску Вот, и после этого, к сожалению, мы его не играли Вот, это тоже одна из моих любимых ролей Если говорить про театральные работы Если говорить про работу в кино Ну, пока, наверное, это герой сериала «Мир и дружба жвачка» Дерзкий, наглый парень по кличке Цыган Вот, думаю, пока вот он Насколько я знаю, когда тебя позвали на эти пробы, ты сразу сказал «Ребята, вы что? Почему вы меня рассматриваете?» Да, это правда, потому что мне казалось, что мой типаж, моя психофизика немножко не подходит на роль главаря банды Вот, но в итоге они... Режиссер разглядел И так я попал в проект Круто! А есть ли у тебя какая-то роль мечты? У меня есть режиссер мечты, у которого бы я хотел сняться Это Тим Бертон Потому что я считаю, что я такой бертонский персонаж Вот, а роль мечты, не знаю Я бы, наверное, хотел сыграть Попробовать «Маленького принца» Но в такой современной интерпретации Звучит как план, может быть, нам с тобой это реализовать? Давай Почему бы нет? Это круто, я очень давно хочу Если тебе это интересно, можем взять инициативу Я обожаю «Маленького принца» Очень давно хочу его поставить, представляешь? Ну, если что, если что, я готов Но при этом есть и спектакли, которые живут там по 8 лет Как, например, ваш транссип Расскажи про этот спектакль Это, наверное, один из самых аншлаговых спектаклей мастерской Брусникина Мы его поставили в конце первого курса Это была инициатива нашего мастера Дмитрия Брусникина Мы всем курсом в феврале сели на поезд И поехали до Владивостока То есть это был такой трип Неделю мы ехали в одну сторону Всего полдня были во Владивостоке Неделю ехали в обратную сторону И цель поездки была в том, что мы ходили по вагонам Подсаживались к людям, совершенно незнакомым И брали интервью на диктофоны Вот, и когда мы вернулись в Москву Мы приходили в Амхат И, переуплощаясь в этих людей, у кого брали интервью Исполняли их же истории, вы же органики Вот, и поставили спектакль, который называется «Транссип» Спектакль в жанре вербатим Когда ты берешь материал, текст человека Который тебе рассказал какую-то историю И, либо переуплощаясь в него Либо не переуплощаясь Есть разные методы Ты исполняешь его историю Присваивая ее Вот И вот этот спектакль мы играем Как ты правильно заметил, уже восемь лет Он довольно успешен И очень много зрителей уже на нем побывало Мы увозили ее в Чехию, в Бельгию И по всей России В разные города Вот, это один из наших аншлаговых спектаклей Один из, скажем так, спектаклей, который можно назвать даже визитной карточкой нашего и нашей мастерской Я с большим удовольствием его посмотрела И вообще, мне кажется, что твой персонаж заслуживает приз зрительских симпатий И он абсолютно обаятелен Спасибо Ну, там на самом деле много интересных персонажей Мы за кадром с тобой немножко успели поговорить Ты рассказал, что Саша Горчилин поставил сейчас спектакль Как он называется? Спектакль называется Никак не называется Или Бим в поисках Бо Расскажи про него Это спектакль по пьесе Которую написала подруга Саши Фамилия Стрижак А вот имя я забыл, если честно В общем, это подруга Саши Горчилина Она написала такую пьесу Она детская, абсурдная, такая пол-хармсовская Вот И мы поставили спектакль в центре Зотов Вот премьера была в конце декабря И вот мы планируем играть его каждый месяц Вот в феврале уже 4 спектакля планируются Это детский спектакль? Да, это детский спектакль Но я думаю, он интересен и взрослым На нем уже были несколько моих однокурсников И они остались в восторге А каково это актеру играть детский спектакль? Это, наверное, очень сложно Дети ведь они не умеют там сидеть молча Как-то бурно реагируют, наверное Так и круто Но если они реагируют, значит, есть обратная связь Не знаю То есть это подогревает, поддерживает, наоборот Да, да Да я не знаю, это же такое классное хулиганство Я очень люблю играть детский спектакль Вот мы отмечали Новый год И я отмечал его с родственниками, сестрой Даже с двумя сестрами И у них дети Там был полный дом детей И я переоделся в Деда Мороза Пришел к ним в дом Вот, они читали мне стихи, пели песни И такая вера в сказку, вера в чудо Мне кажется, это круто Я очень люблю играть детские спектакли Вот сейчас моя знакомая, Катя Дубакина Хочет поставить спектакль Незнайка Тоже детский спектакль И вот позвала меня на роль Незнайки Вот, и в феврале уже планируется премьера Здорово Давай поговорим про бременских музыкантов Мне очень интересно У вас же там безумный, сумасшедший, интереснейший грим Как это все создавалось? И грим, и костюм Наверное, очень много времени занимало В общем, фильм «Бременские музыканты» Грим создавал Петр Горшенин Крутейший мастер Мне кажется, это один из лучших художников Пластического грима Если не единственный вообще в России Вот, он создавал этот грим То есть актеры, которые играли зверей То есть я, Ира Горбачева Рома Курцына и Дмитрий Дюжев Мы приезжали С нас брали слепких голов То есть обмазывали силиконом Потом гипсовыми лентами И ты сидишь 40 минут Ждешь, когда это все застынет Ты не можешь открыть глаза, рот Дышишь носом Вот И потом, когда все застывает Тебе сзади разрезают большими щипцами Отливают твою голову Копию головы Вот И потом, имея в виду Твои анатомические особенности Делают маски Вот Маски, конечно Были не самым комфортным обстоятельством на съемках Потому что мы снимали летом Было жарко Мы еще снимали на Кавказе 10 дней И Так как маски силиконовые Они липкие И ты довольно быстро потеешь Вот Это, конечно, было все непросто И первые, наверное, смены 2-3 Мы привыкали к этим маскам Вот У меня еще были силиконовые куриные ноги Тоже брали с лепки моих ног И Каждую смену я надевал эти силиконовые тяги Вот И Учился ходить в этих ногах Потому что Там длинные когти куриные Это, конечно, некомфортно, неудобно Вот Но Я привык Вот И Это испытание, конечно, было для меня впервые Я никогда не работал в классическом гриме Вот Но я считаю, что это очень ценный Полезный опыт Я понимаю, как можно сыграть Того или иного человека Но Как актер работает над ролью Когда ему нужно сыграть животное Ну, на самом деле Это первый курс Театрального института Наблюдение за животным Я думаю, что тоже это проходило Было, было Да Я как раз петуха делала Да, серьезно Я делал воробья, по-моему Это просто наблюдение То есть Во-первых, режиссер Алексей Нужный А, надо сказать, что Режиссер фильма «Бременский музыкант» Леша Нужный Это, наверное, один из самых Мягких, добрых и чутких режиссеров С которым я работал Ты тоже Ты тоже режиссер, с которым я работал Вот И как с Лешей, так с тобой Мне было одинаково комфортно работать И он ставил мне задачу Что нужно найти психофизику петуха Вот И существовать в этой психофизике Вот И поэтому я Понаблюдал Посмотрел какие-то видеоролики Нашел эту органику Вот И он мне ставил задачу Всегда работать профилем Вот Потому что у птиц глаза по бокам Вот Когда я смотрел «Ванфас» Леша говорил, смотря в плейбэк Что видно, что я человек Вот Поэтому Если ты посмотришь фильм То ты заметишь, что В основном я существую вот Профильно Интересно как Да Вот Также я искал эту звуковую психофизику Как звучат петухи То есть это не просто кукаряку Такое Детское подражание Звуком петуха А это прям настоящий звук Петуха Ой, а можно тебя попросить? Давай попробуем Если сейчас у меня получится Со съемок не практиковался Что-то типа Вот Как-то так Ну и какие-то мелкие звуки Призвуки Как издаются курицы Вот Если ты понаблюдаешь за ними Там Вживую Или на видео Класс Ну и конечно Нужно было учиться ходить Тоже как птицы Как Петух То есть если мы Когда ходим Мы ставим Ногу с пятки на носок Курицы это делают Наоборот С носки на пятку Вот То есть они вначале Ставят пальцы А потом уже ставят пятку А какая была Самая необычная задача Которую он тебе ставил? Ну самое необычное Наверное Просто Суметь Сочетать себе Эту органику Петуха Скажем так Птицы И Человеческий характер Когда я приехал на пробы Леша мне сказал Что нам нужен Очень наглый Самовлюбленный Дерзкий петух Вот Который уверен Что он будет На всех обложках журналов Там GQ Esquire И так далее Вот И Нужно было Ну Попробовать Научиться Сочетать себе Вот эти вот Качества Психофизику Птицы И Вот этот Человеческий характер Самовлюбленного Наглого Дерзкого Персонажа Вот Особенно Когда тебе Ставят задачу Работать профилем Ты как бы Себя немножко Ограничиваешь И у тебя Не так много Свободы Вот И вот это Наверное И было Наверное Самым сложным Были ли какие-то Сценарные Находки С твоей стороны Может быть Ты как-то Обогащал своего Персонажа Да Я постоянно Подходил К Лёше Говорил Лёша Давай Может Что-нибудь Как-то Давай Вот тут Я скажу Там Не знаю Когда он Там прыгает Я буду Кричать Работой Крыльями То есть Постоянно Я предлагал Какие-то Реплики Которые Как мне казалось Добавляли Юмор И как-то Делали Моего персонажа Более объемным Например Я предложил Называть В каких-то Репликах Трубадура Кудрявым Вот Там например Во время Драки С разбойниками Я сказал Лёша Давай скажу Реплику Кудрявый Кукарекнулся Например Он сказал О, круто Давай И Лёша Спасибо ему За это Он постоянно Одобрял Давал Возможность Импровизировать Что-то Привносить И Что-то Не вошло Что-то Вошло Это совершенно Нормально Это вопрос Монтажа Вопрос Хрона И так далее Вопрос Контекста Но В целом Какие-то Какие-то Находки Которые Я туда Привносил Они В фильме Есть И Они работают Судя по Реакции Зрителей Угу В общем Коннект С режиссёром Случился Да Можно я Попрошу Тебя дать Какое-то Небольшое Напутствие Молодым Актёрам Я считаю Что Молодым Актёрам Нужно Быть По-хорошему Наглым И Жадным До работы Жадным До профессии Вот Мне кажется Пока Есть такая Возможность Нужно Себя Проявлять Пробовать Прилагать Себя Использовать Свои возможности Любые Удобные Случаи Для того Чтобы себя Проявить Вот Потому что Профессия Очень Такая Как сказать И несправедливая И жестокая В каких-то моментах И Огромная Конкуренция И мне кажется У молодых людей У молодых актёров Должно быть Больше возможностей Чтобы себя проявлять И ничего не бояться Конечно Точно Я приглашаю тебя Во вторую часть Нашей программы Окей Пошли Вторую часть Пока Москва Потом Поживем Увидим Если бы я не жил В Москве Я бы Как-то В принципе И было Считал Что Уфа Лучший город На свете И Не нужно Переезжать Ни в Питер Ни в Москву Но пожив В Питере Ты уже думаешь Какая Уфа После Питера А после Питера Пожив В Москве Ты уже думаешь Какой Питер После После Москвы Пушкин Ну у меня Наверное нет Любимого периода В каждом периоде Есть свои Близкие мне поэты Что в Золотом веке Что в Серебряном веке Что из современных поэтов Дело не в периоде Мне кажется Дело в отдельных Личностях В отдельных поэтов Три моих любимых поэта Это Маяковский Бродский И Уолт Уитман Американский поэт Где мы находимся? Мы находимся В театре практика Это театр Худруком которого является Мой мастер Марина Брусникина И театр Где по сути Играется Большинство спектаклей В мастерской Брусникина Вот Ты сказал Что это Твое место силы Почему? Ну потому что Как уже сегодня Было сказано Это театр Дом Театр Куда приятно Приходить Где приятно Играет спектакли Где мы уже Не один год Играем Тоже спектакль Транссип Вот Поэтому Это такое место силы Мы только пришли сюда Ты зашел Поздороваться с ребятами И они уже Позвали тебя Принять участие В их спектакле Как это работает? Да Это в общем Сейчас было за кадром Мы только приехали Я захожу к ребятам На малую сцену Просто поздороваться А они там репетируют И говорят О, чувак, давай Нам Нам не хватает актера Как раз таки У нас премьера уже 11 февраля Так что присоединяйся Круто Вот так зашел В ту дверь Видимо Придется сейчас Принимать участие Ну я так сказал Придется Какого-то я не хочу На самом деле Мне самому интересно И вот Мне сказали Что в следующей репетиции 18 января 18 февраля Надо будет прочитать Материал Вот То есть ты такой Легкий на подъем Аскар давай с нами Да, ребята, давайте Да, ну Пока вроде Свободное время Почему бы нет Скажи Когда Говорят про тебя Говорят Аскар Актер И поэт В какой очередности Ты бы сказал Эти два слова? Не знаю Равноценный Мне кажется Как актер Так и Поэт Наверное Тоже слишком громко сказан Наверное Стихотворец Все-таки Вот Но иногда Мне кажется Что В поэзии Я более талантлив Чем В театре и кино Наверное Я бы попросила Тебя прочитать Твои стихи И та молочная река Среди кисельных берегов Из лего Выстроенных вдоль Деревьев Чупа-чупсов Между Дворами дел Союз Дисней Разгром невидимых врагов Ударом ветки Братья Грим И нет понятия надежды Есть только стопудово В том, что говоришь Прыжки в сугроб Страна чудесных гаражей Беспечность Валенки и санки Мир покемонов Вкус лап-ыс И получается микроб В рот изо рта Геройство быть На стрелке с классом Наизнанку Колготки и слова Маршак Экстаз от Дэнди Не отец А деде Коле дарит деньги Монту По щучьему велению Прогул уроков Раз-два-три И тычак Норрис Огурец Валяющийся на полу И неугодный к потреблению Кикфлип Шаинский Элби Бек И самый первый фильм в 3D О дивный деревенский мир Пробыть полдня в универмаге Зов матери пора домой Телячья нежность И т.д. Все это, безусловно, есть Не вынос мозга на бумаге На вспышке той эпохи, где Тебя уже не то, что нет Ты Репродукция вещей Но если бы я мог в наследство Оставить что-нибудь другим И через сотни тысяч лет То это был бы только миг И это было бы только детство Как самый честный капитал Что я когда-либо нажил Вот Такое незумцеловатое стихотворение Спасибо Аплодисменты за кадром Давай поговорим А есть ли что-то такое Что ты ни при каких обстоятельствах Не стал бы делать в кино? Я, кстати, присматривал интервью с Никитой Павленко Как раз Он задавал тот же вопрос И он ответил на этот вопрос Никогда бы не стал врать В кино Но я бы, наверное, тоже Не хотел бы врать Наверное, не только в кино Хотя иногда, наверное, врать Стоит И это, может быть, во благо Какая-то ложь Ну, чего бы я не хотел делать Наверное, не хотел бы Работать С тем материалом Или с тем режиссером Или С той командой Которая мне там Не близка или неприятна Вот Есть ли в кино Что-то такое Что для тебя Недопустимо? Ну, мне, знаешь, например Приходит на ум Какое-то взаимодействие Актера и режиссера И если режиссер Как-то Переходит Какие-то грани И уже там Переходит на личности Или касается Ну, это не только, мне кажется Касается, там, режиссера И актера Это может касаться Актера и актера Не знаю Например, ассистенты по актерам И актеры Как бы Представители Совершенно разных функционалов Вот Ну, это, опять-таки Простая этика Профессиональная Или просто даже Человеческая этика Ну, если задуматься Как бы много вещей Которые бы ты не хотел допустить Там, в работе На площадке В театре и так далее Ну, все, наверное, сводится К дисциплине К этике К уважению Вот Ну, я думаю, что не зря Как раз профессиональную этику Преподают в театральных институтах Первая же книжка Которую дают прочитать Это этика Станиславского Этика Станиславского, да Как бы ты справился с ролью Которая абсолютно не соответствует Твоим личным убеждениям Личным убеждениям, например? Ну, например, тебе предлагают роль маньяка Как ты будешь над ней работать Если это, конечно, не соответствует Твоим личным убеждениям? Слушай, ну, да на самом деле Это даже интересно Играть, пробовать сыграть роль Которая тебе Как бы не близка Или не соответствует Там, внешне твоей психофизике Просто Вопрос твоего внутреннего наблюдения Не знаю Интуиции, конечно же Не знаю, что там Говорить про маньяка Это, по-моему, наоборот Классный опыт Попробовать сыграть маньяка Персонажи, которые Как бы Перпендикулярно Не соответствуют твоим Каким-то Мировоззренческим качествам Вот Крутейшие, по-моему Профессиональные Это очень интересный опыт А как бы ты вот начал работу Над такой ролью? То есть Как раз тот же Станиславский говорил Что если ты играешь Какого-то злого персонажа То постарайся Первое, что сделать Это найти в нем Что-то доброе И то, за что Ты сможешь его полюбить Понять Ну, я бы руководствовался Интуицией, наверное, своей Не знаю, насколько это Опрометчиво Или неопрометчиво Ну, у тебя же все равно Есть какая-то насмотренность И в то же время бы, наверное Я еще бы посмотрел Какой-то материал Там Прочекотило, может Про кого-то еще Почитал бы материал В интернете Про этих людей Вот То есть Как бы Путем поиска Путем какого-то Такого нащупывания Поиска материала Я бы, наверное, и Пытался бы создавать Такого персонажа Вот это вот основная сцена Театра практика Где мы играем Спектакль Трансип Кстати Она такая небольшая Кажется, как будто камерная Но на самом деле Это основная сцена Вот Она очень уютная И где бы ты ни сидел Тебе в любом случае Будет хорошо видно И хорошо слышно Вот Да Я как раз Ваш спектакль Смотрела Сидя На подушке На полу И это на самом деле Было чуть ли не Самое лучшее место Потому что Как будто бы Ты прям вместе С актерами Взаимодействуешь Я тебе больше скажу Многие мои знакомые Кого я зову На спектакле Они сидят В основном На подушках Вот даже Сидел Александр Хант Режиссер Фильма Межсезонье И как Витика Чесноков Раслёг Штырябда У инвалидов И он Я помню Сидел тоже на подушках С женой Вот Мне было так Немножко неловко Потому что Ну Вроде как Режиссер Сидит в ногах Вот Но он остался Доволен спектаклем Вот Так что Это его не смутило Да Это лучшие места Виапи Наверное Ну вот Собственно Это сцена На которой мы играем Трансип А сегодня Идет спектакль Мама Я в Москве Режиссера Алексея Золотовицкого Брата моего Однокурсника Здорово И Дина Губайдулина Там Да Играет Это ему Да Дина Губайдулина Как раз Играет этот спектакль Здорово Вот она Заходила Мы Чуть-чуть Побешали ей Разминаться И убежала К сожалению Ну здорово Мне так нравится Что здесь Прям кипит жизнь Что там На этой сцене Происходит одно На той что-то другое В холле Кто-то репетирует Молодое поколение Брусникинцев Уже Ты уже Относишься Ко взрослому Тоже Как тебе это Ну Наверное Отношусь Ну да Жизнь кипит Правда И театр живет Своей жизнью Какой-то По-моему Интересный По крайней мере Интересный мне Интересный Зрителю Театр практика И мастерской Брусникина Свой зритель Вот Зритель Который любит Современный материал Современные спектакли Интересные Театральные Эксперименты Вот И это Радует Что это актуально Если бы ты Мог взять урок У любого актера Кто бы это был Слушай Да Да очень много Таких людей У кого бы я С удовольствием Получился Это и Кукушкин И Юра Борисов И Хабенский Если там Говорить про Зарубежных актеров Эдриан Броуди Там Банально не звучало Ди Каприо Да огромное количество Мне кажется Крутых актеров Профессионалов Своего дела У кого бы мне кажется Можно было поучиться Какой самый странный реквизит С которым ты взаимодействовал Может быть Во время обучения Самый странный реквизит Ну Когда я был Актером театра На Малой Бронной Режиссер Александр Молочников Стал в спектакль Будь бы пир И он давал нам задание Приносить этюды На тему Гоголя То есть Брать Какие-то отрывки Или там не знаю Отталкиваясь от материала Гоголя Не обязательно Поиск Тарас Бульба Но вообще в целом И делать этюды И я помню Мы делали с Машей Шумаковой С актрисой этюд Где она играла русскую бабу А я играла черта Я надел все черное Черные сапоги на каблуках И она Кормила грудью Ребенка Вот В этюде Появлялся я Околдовал ее как-то Убивал ребенка Садился к ней на колени И Пил молоко из-за ее груди И мы это сделали буквально Я еще заранее налил молоко в рот Вот И Пил молоко из-за ее груди И У меня еще молоко текло изо рта Вот И это, конечно, вызвало Такой Ажиотаж Ну я помню реакцию Саши Он вообще обалдел И вообще там Актер, которые сидели смотрели Это они, конечно, не ожидают такого Расклада Вот Ну это вот Мастерская Брусникина Которая учит, наверное, смелости И хорошей такой Наглости Вот Вот отвечаю на свой вопрос Наверное, самый странный реквизит Это была женская грудь Вот Как-то так Браво Ты пишешь стихи Не думал ли ты когда-нибудь о том, чтобы писать прозу, драму, сценарии? Ну, вообще были такие мысли Попробовать написать сценарий фильма Вот Так у меня знакома тема поступления в театральные вузы У меня была такая мысль Попробовать написать сценарий про такого парня Который очень фантильный Очень легкомысленный Приезжает в Питер Поступать в театральную академию Его сразу практически скидывают Но он знакомится с ребятами Которые тоже поступают Начинает с ними тусить У него начинается какой-то роман С девчонкой, которая тоже поступает У них там первый поцелуй где-нибудь там на крыше Он звонит родителям Говорит, что у него еще есть деньги Ездить ночевать Хотя нет денег, не ночлега Как он может пытается помочь Поступить этой девчонке Все портит Потом помогает В самом итоге поступает куда-нибудь там В ПТУ Ну то есть как бы есть какая-то тема Какого-то такого сформировавшегося сценария Пока нету Вот Ну какая-то вот представляется такая Романтическая история Парня Который приезжает в Питер Такой знаешь Вот смотрел фильм «Курьер» Вот такой современный курьер Который, ну как бы Он такой без царя в голове У него есть какие-то, может быть, довольно Банальные, может быть Какие-то принципы, взгляды на эту жизнь Вот Но он еще не сформировавшийся Такой Может быть даже представитель Такого-то такого Современного потерянного поколения Которого, ну вообще не понимая Что он хочет по жизни Вот И хотелось бы как-то вот Попробовать Поэкспериментировать с такой историей Развитие Вот Но это все пока на уровне задумки А как ты думаешь Ты захотел бы потом сам сыграть этого парня? Может быть и захотел бы Может быть и захотел Просто Как я себя помню Во время вступления Я очень как бы Пытался все проанализировать Все как-то сделать круто Оправдать свои ожидания Оправдать ожидания педагогов И так далее И так далее А тут Как бы Такой чувак Парень Который ну просто Я даже там представляю Первую сцену Допустим В этой истории Когда он Стоит перед Педагогами И ему вообще говорит Вообще зачем Театральные дети Прикольно Как? Прикольно? Ага Ну и как бы уже Один этот ответ Прикольно Он мне кажется Уже о многом говорит Вот Слушайте Ну их очень много Тим Бертон Мартин Скорсезе Серебренников Быков Хант Который сегодня Был уже назван Ну опять-таки Серебренников Бутусов Ну молодые ребята Очень много интересного делают Чащин Диденко Я попрошу тебя Сказать тост Так Ну видимо надо Это сделать С бокалом в руках Да Тост Хотя вроде Все основные праздники Уже прошли Не знаю Когда выйдет интервью Наш с тобой Ну Я Наверное хочу пожелать Всем Простого счастья А вот счастье Для меня Мне кажется Стоит из трех Составляющих Вот счастье Любого человека Может кто-то со мной Не согласится Но я вот считаю Что Счастье Стоит из того Чтобы Заниматься любимым делом Быть с любимыми людьми И Быть здоровым Вот И И Чтобы у твоих У тех Кто тебе дорог Тоже это все было Вот Мне кажется Если это есть Если говорить Чисто про Себя Как бы Для меня Наверное Представление о счастье Это Заниматься любимым делом Быть с любимыми людьми Быть здоровым Вот И наверное Именно это Я бы хотел пожелать Каждому Прекрасные слова Петербург Причесанный Гребнем Казанского Собора В сшитом Вычурной Адмиралтейской Игловиц Мундире В заплатках Дворов Заняться На себе От высоких Колонн До кривого Забора По проспекту Сегодняшних дней Как сквозь будни Ветров Не найти Топора Что прорубит К тому же Не поняв Полюбить Разуверившись Возненавидеть Петербург Будто вечность В которую часто Плюют Уезжает сюда Поэт Как заправский Авидий Иногда Обретает Бессмертие Словно Приют И нельзя Разгадать Письмена Современной Пальмиры Ты задашь Напоследок Какой-нибудь Вечный вопрос Только Голос В ответ Только Шепот Воды В сувениры И лишь Ветер Взгерошит Твой взгляд Словно Клочья Волос Продолжение следует